Сегодня 22 июня И вы смотрите, а мы соответственно снимаем юбилейный 600 выпуск открытой политики И в честь этого, так сказать, круглого выпуска мы решили снять его в необычном месте Мы снимаем его на замечательной крыше одного из самых известных исторических зданий Великого Стамбула Румели Хан Находится это здание по адресу Истекляль, дом номер 48 И это здание охраняется государством И нам стоило значительных усилий убедить мэрию Стамбула разрешить нам сделать съемки на этой крыше Ну и все это ради того, чтобы показать вам изумительные виды Великого Стамбула, которые открываются с этого места Субтитры создавал DimaTorzok Но увы, какие бы прекрасные эмоции не вызывал Великий Стамбул И какие бы прекрасные виды он нам не демонстрировал со своих замечательных крыш С родиной из Башкортостана идут все больше тревожные или вовсе пугающие новости Стало известно, что в Башкирии синхронно подняты цены на автомобильное топливо Кстати говоря, в пятый раз за месяц И на услуги ведущего интернет-провайдера Уфанет Видимо, в преддверии грозящего подорожания услуг ЖКХ, которые неизбежно случатся 1 июля И провайдеры, и торговцы бензином повышают свои услуги В итоге Башкортостан рискует стать лидером по соотношению доходов и стоимости жизни Мы уже опередили средний российский показатель по стоимости проезда в общественном транспорте По стоимости ЖКХ, автомоторного топлива и многих других услуг и товаров А вот по уровню зарплат достижениями похвастаться мы не можем Каждый десятый житель Республики Башкортостан находится за чертой официальной бедности И это при том, что буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Заявил, что большинство россиян получают зарплату в районе 200 тысяч рублей в месяц Ну, мы просто не имеем права верить нашему президенту Видимо, российский лидер совсем не в курсе, как идут дела у простых жителей Башкортостана И зарплата в 200 тысяч, конечно, большинству населения республики так и не приснилась Тем временем Ради Хабиров продолжает давать предвыборное интервью Пытаясь придать пристойный вид всей своей несуразной деятельности, которую мы наблюдаем последние пять лет В этот раз Ради Фаритович разразился очень большим и, судя по всему, совершенно небесплатным интервью изданию ведомости Разных глупостей Хабиров наговорил в этом интервью, конечно, много Но я обращу ваше внимание на три особенно характерные попытки оправдать свою немощь и ошибки со стороны главы республики Башкортостан Начнем с того, что Хабиров в очередной раз пустился в длинные и путанные оправдания мошенницы Прочаковской Ну, по крайней мере, мы пока можем называть ее мошенницей, так как уже существует приговор суда Который определил, что Елена Прочаковская виновна в деяниях, подпадающих под уголовную статью о мошенничестве При этом Ради Фаритович, оправдывая Прочаковскую, посетовал на то, что, цитирую, Бог не даровал ему возможности проникать в души при приеме на работу Этим самым Хабиров, по сути, свалил всю вину от своих кадровых ошибок на Всевышнего Ну, такие проблемы кадров, как у Хабирова, еще поискать Ну и теперь, как говорится, во всем виноваты небеса Очень удобная, согласитесь, позиция Ну и так себе отмазка, если честно Хочется сказать, ну, не можешь, не мучай себя, не мучай нас, и не мучай там разные части своего тела, включая собственную душу Не надо все валить на Всевышнего При этом Хабиров настаивает на снисходительном отношении к мошеннице Прочаковской Хотя еще и совсем недавно он заявлял, что никакого снисхождения не должно быть тем, в отношении кого доказаны какие-то коррупционные проявления Ну, приговор суда, недостаточное доказательство коррупционных проявлений Видимо, Ради Фаритович уже передумал Хотя впереди 4 июля у Прочаковской апелляция Она надеется оправдаться и снять вот это обвинение в мошенничестве, которое ей определил суд Собственно, конечно, сделать ей это будет очень трудно Но очень уж хочется Елене Прочаковской вернуться на свое теплое место И продолжить бегать с микрофоном вокруг дорогого Ради Фаритовича Еще одна деталь знаменитого интервью ведомости Хабиров попробовал объяснить факт того, что каждый десятый житель республики Башкортостан Согласно официальной статистике, живет за чертой бедности Объясняя этот факт, Хабиров, по сути, обвиняет нищих башкортостанцев в сокрытии доходов Ради Фаритович утверждает, что существенная часть сельских жителей Имеет дополнительные доходы, которые почему-то не входят в официальную статистику А также эти самые сельские жители, по мнению Хабирова, жируют и шукуют за счет приусадебных хозяйств из приусадебной скотины Похоже, Хабиров намерен существенно пощипать селян После таких заявлений они, оказывается, жируют и, в общем-то, никак не бедствуют Иначе как еще можно объяснить инициативу Хабирова, которая обращена к Урултаю Госсобрания Республики Башкортостан Резко увеличить штраф из селян за нарушение правил выпаса скота Ну, конечно, тут Ради Фаритович пополнит казну, уж даже не сомневайтесь Ну и третье громкое заявление, которое Хабиров сделал в своем интервью Он заявил, что в Республике Башкортостан резко снижается коррупция Ну, тут можно, конечно, согласиться с дорогим Ради Фаритовичем исключительно с такой оговоркой Снижается эта коррупция только за счет массовых арестов его сподвижников То есть, чем больше их арестовывают и подвергают всевозможным наказаниям, подозрениям и расследованиям Тем меньше коррупция в Республике Башкортостан Тут, конечно, я полностью согласен с концепцией главы И надо эту работу, видимо, продолжить и завершить Если вы почему-то полагаете, что делать ролики открытой политики это легко и бесплатно Вы сильно заблуждаетесь Открытая политика это почти 7 лет труда Более полутора тысяч разных роликов Среди них 600 регулярных выходов Почти 60 тысяч подписчиков и более 21 миллиона просмотров Все это не просто и совсем не бесплатно Так что продолжайте, не забывайте материально поддерживать канал Открытая политика Сделать вы это можете только через расчетный счет Который мы вам показываем на экране И который вы можете найти под каждым роликом нашего видеоканала в описании Всем заранее большое спасибо Ну а чтобы не быть голословными Опровергая слова Хабирова о снижении коррупции в республике Башкортостан Давайте быстренько пробежимся по самым свежим примерам коррупционных проявлений Которые мы наблюдали в истекшую неделю Новое уголовное дело по поводу поставок медтехники На этот раз опять контрафактная техника и возможное завышение цен Государственное казенное учреждение управления материально-технического обеспечения Минздрава Республики Башкортостан Благосклонно закупило, подчеркиваю, запрещенное в России медицинское оборудование у некого ООО «Медстандарт» Наверное, наивно полагать, что чиновники не были, как говорится, в курсе дела и, безусловно, в доле этой сделки При этом подобная деятельность, судя по всему, велась государственным казенным учреждением аж с 2020 года И тут уже Ради Фаритович никак не может сослаться на то, что это случилось до него А еще похоже, что контролирующие федеральные органы потихонечку подбираются и к Министерству культуры Республики Башкортостан Возможно, начнутся проверки загадочных закупок и так называемых прогонов денег под видом фестивалей и форумов Я предполагаю, что это начнется в ближайшее время Уже стало известно имя, например, королевы закупок Минкульта Это некая Гульнара Юрина, которая, нисколько не стесняясь, в СМИ сообщает о многомиллиардных баснословных суммах Которые она освоила на ниве контрактов Министерства культуры При этом предприятие госпожи Юриной не располагает сколько-нибудь внушительной базой производств Или каких-либо еще производственных активов Анализ закупок Министерства культуры, я так полагаю, только начинается Но уже есть забавные детали Например, все та же самая Юрина предоставляла кураистов Например, ансамблю Гаскарова, в котором и так имелись штатные кураисты Зачем нужны кураисты, если они есть? Зачем за них платить деньги? Я думаю, что от подобных перипетий стоит разобраться с контролирующим органом Хотя, возможно, кураисты Юрины, конечно, самые наваристые Ну, в прямом и переносном смысле Утверждать пока не берусь Посмотрим, какие результаты дадут эти проверки закупок Минкульта Но напомню, что количество фестивалей и всевозможных празднеств Которые финансировались через Министерство культуры В Башкортостане, конечно, зашкаливает суммы колоссальные Речь идет о миллиардах рублей Соответственно, не проверить такие вещи точно нельзя А еще на этой неделе стало понятно Что бывший министр транспорта и дорожного строительства Клебанов Пожалуй, что не обойдется одним обвинением в крупной взятке На минувшей неделе компания Аквамак Процессинг Обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том Что министр Клебанов и гендиректор, бывший гендиректор Башкира Автодора Юланов Который ныне находится в СИЗО Магнитогорска Намеренно ввели коммерческое предприятие в заблуждение платежеспособности Башкира Автодора И добились поставок крупных партий дизельного топлива и битума А впоследствии не оплатили эти поставки По мнению компании Аквамак Процессинг Чиновники злонамеренно похитили, как они выражаются, оборотные средства На сумму аж 450 миллионов рублей Сейчас с этим заявлением разбираются правоохранительные органы И так ли это все или не так, в скором времени мы точно узнаем Я, в общем-то, и предполагал, что за Клебановым числятся многочисленные эпизоды Так же, как и у Кучербаева, я думаю, их со временем наберется десятки Соответственно, дело Клебанова находится, по сути, в самом только начале его расследования Надо добавить, что версию компании Аквамак Процессинг О похищении либо удержании 450 миллионов рублей Подтвердил, по крайней мере, косвенно подтвердил арбитражный суд Который заявил, что финансовые претензии компании действительно обоснованы В этой мудреной схеме Клебанова-Юланова, конечно же, надо подразобраться более подробно Потому что она несколько выбивается из общих простеньких схем команды Хабирова И вот все, что мною было перечислено, это только крупные проявления коррупции В республике Башкортостан и только за неделю Наверное, этот уровень коррупции, дорогой Радифаритович, называет в своем интервью Снижением уровня Ну, если это снижение, то страшно предположить Что же в его представлении повышение уровня коррупции И пока, дорогой Радифаритович, восхваляет и всячески рекламирует самого себя В интервью крупным российским СМИ Политические партии довольно забавно извиваются В предвкушении падения наваристых объедков со стола хозяина Партия «Справедливая Россия за правду» выдвинула в качестве кандидата на выборы Главы Республики Башкортостан Надежного как памятник лошади Прожевальского Владимира Нагорного Ну, это точно, как говорится, Хабирова не подведет Мы рассказывали чуть ранее о том, как партия «Новые люди» Отказала в выдвижении от своего имени на пост кандидата в главы Республики Башкортостан Госпожи Гундоровой В тот момент партия «Новые люди» заявила, что они вообще не планируют Выдвигать кандидата на пост главы Республики Башкортостан Ну и Гундорова, как говорится, отъехала дальше А потом партия «Новые люди» почему-то передумала И, видимо, тоже решила поучаствовать в этой раздаче праздничных слонов И выдвинула кандидатом какого-то никому неизвестного московского юриста Согласитесь, Гундорова было выдвинуто значительно логичнее Но, правда, получилось, конечно, как-то не очень честно и довольно-таки стыдно Хотя, в принципе, в эту партию «Новые люди» я никогда не верил Особенно учитывая, что в прошлый раз от ее имени выдвигалась довольно сомнительная кандидатура на пост главы Республики Башкортостан Тем временем проснулся и штаб Надеждина От этой непонятной полусилы, полуполитической структуры С лидером, находящимся почему-то в Париже Будут выдвинуты кандидаты в муниципальные советы Республики Башкортостан Но, слава богу, ребятам хватило ума и осторожности не выдвигать никого из своих рядов на пост главы Республики Башкортостан То было бы совсем шмешно Ну, а прочие партии «Мертвецы» также подключились к денежной капельнице И активно готовятся изображать избирательные конвульсии и политическую борьбу 8 сентября 2024 года Нам всем понятно, что эти партии никогда не составляли реальной конкуренции тем кандидатам, которые выдвигаются от партии власти В целом же картинка у Хабирова складывается вполне благостная Массовка обеспечена, и Хабиров может продолжать свою саморекламу Обоснованно рассчитывая на свои суперспособности в части подсчета голосов избирателей на выборах Несмотря на то, что «Открытая политика» – самый большой и самый успешный политический канал в Республике Башкортостан Мы продолжаем призывать пополнять наши ряды, пополнять ряды подписчиков Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, расшаривайте наши видео в соцсетях Всем этим вы, безусловно, поможете продвижению нашего канала Ну и немного смешного и нелепого из того, что случилось в Республике на минувшей неделе Хабиров торжественно открыл комплекс Салават-Ере Ну это такая сладкая кормушка всяких Буракаевых и Дельбаевых в виде парка на малой родине Салавата-Юлаева в деревне Такеева Салаватского района Отгремели фанфары, отплясали танцоры, иссякли фонтаны Кумыса, и Хабиров уехал А сразу же после того, как отъехал кортеж Атая всех башкир, в парке закрылись все туалеты Ну очевидно, что элементарные признаки цивилизации в системе хабировской показухи носят отчетливо имитационный характер В чем мы, собственно, никогда и не сомневались А еще отличился бывший американец, а ныне депутат Госсобрания Республики Башкортостан, без знания русского и башкирского языков, Джеффри Уильямович Монсон Он внезапно принял ислам, причем сделал это так публично, что все СМИ не приминули об этом написать Своё неожиданное одухотворение Монсон объяснил многочисленными друзьями-мусульманами Ну, как ислам будет сочетаться в душе Джеффри Уильямовича с левотроцкистскими убеждениями и изображениями на теле, пока непонятно Но понятно, что этот персонаж готов на всё Ради митийной известности, близости к сытной кормушке своего покровителя Ради Хабирова и уютной жизни на своей новой родине Впрочем, следуя логике смены конфессии от Джеффри Монсона, с замиранием сердца ждем торжественного перехода в иудаизм еще одного депутата Крултая Рустема Ахмадинурова По логике он тоже должен нас всех чем-нибудь подобным развлечь А вот в селе Барда Пермского края на этой неделе состоялся 14-й всероссийский сабантуй От республики Башкортостан в село Барда, конечно же, был послан Азад Барданов Азад Барданов с трудом, скрывая боевые мозоли, поздравил всех с этим праздником Представлял республику, ну, собственно, тут, конечно, какой-то, если честно, нас накрывает немножко испанский стыд То есть, когда ничего плохого не сделал, а стыдно тебе Ну, лично мне самому стыдно за такого представителя республики Башкортостан даже в Пермском крае На телеграм-канале «Открытая политика», на который не забудьте подписаться и вы, если до сих пор не подписаны Традиционно проходят опросы подписчиков на самые злободневные темы На этой неделе мы попросили наших подписчиков оценить миротворческую инициативу Владимира Путина По урегулированию российско-украинского конфликта И результаты оказались следующими 17% опрошенных сочли мирный план Путина реальным планом решения проблемы 19% опрошенных считают этот план жестом отчаяния Путина 21% увидели в предложениях Путина ультиматум западному миру А 43%, то есть почти большинство опрошенных на нашем канале считают, что Путин блефует и тянет зачем-то время В опросе приняли участие примерно 1500 человек Вот такое получилось общественное мнение Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok